дубайская авантюра хочу супер попер комп чё дорогой охренеть он дверь открыл руками это гений короче дома пока не получилось ну вернее я уже приехал там слишком много проблем поэтому решился следующее видео это будет про покупку компа и в этот раз они хрена договорились не будет никаких проблем со съемкой не знаю по идее нормализовалась человек выбирать комп думаю вообще ноль проблем только скорее всего там видео будет исключительно я нихрена о компьютере это седые волосы стоп это светок падает лет седые волосы папа не без различных комплектующих хотя по идее не надо еще все выбрать и монитор и мышку и клавиатуру хотя ну как бы мышку мышку сложнее выбирать клавиатуру просто можно любую и на компьютере я экономить не буду на компьютере и экономят компьютера самое я свет старит так ну что на старик потрачу все деньги не в эту сторону идем свет на старичах так работаем hyper пк не в дубаях я ща приготовьтесь что соберу там и я уже просто это вижу ребята просто будет тепловая пушка я клянусь заходим ребята охуенный компьютер я же чтобы вы понимали короче говоря я же когда-то не умел собирать много даже не вообще ничего не понимал в компьютерах и ну просто с хайперами работал чтобы они сделали пока там каждый раз 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 и однажды я просто получается зову жору ну вот знаете какого грпз дц и он заходит ко мне и смотрит на этот вот получается кусок вот их люмен помню так называется их комплект смотрит на это и говорит ты долбоеб игру а чё не так смотри врубает мне короче стресс-тест говорит смотри это ебучая печка что это за корпус вообще что они типа насобирали там комплектующий он чекал ты чё ебанутый что это вообще такое здравствуйте я пришел выбирает самый лучший компьютер мире возможности главные не любят главные не любим плюс павел главные не лечащим я вам немного расскажу добро пожаловать кайпер писи лабораторию самых мощных и премиальных компьютеров то что мне нужно да да мы производим кастомные решения вот пример одна из наших моделей здесь это динамик концепт то есть это полностью кастомная ручная работа охренеть они чё нормальный корпус поставили стоп а где люмен не в принципе я рад отчетских пор их им корпус нормально используется мы полностью ручную создаем контур охлаждения создаем только на самых эффективных на самых премиальных комплектующих от бренда asus и msi вот сейчас данный компьютер уже готов клиентский заказ у него просто показываете то есть я не могу его конкретно выбрать правильно я его вам показывает уже готовы папа не уже заебался он хочет забрать по компьютеру и уйти дайте мне просто компьютер и я уйду меня уже все бесит я хочу домой играть не знаю там папа в весит вообще такой корпус а как я должен его переносить допустим а реально что-то сделать компактное чтобы блять и нахуя ему ссылай что я мог его куда-то увести в другую страну но при то что был мощный подожди а кстати говоря в новых видюховых ваще и ссылай работает ну типа вот 4090 там и желательно и желанаху и подожди так видит ну типа режим на там 4090 стоит отчет за хуня зачем поставили там не может быть 4090 на хуя бить чтобы зачем найти вот такая еще есть чтобы была ручка на корпусе и ты его можешь буквально нести с собой потому что выглядит пизда ты или чё подожди а зачем 3 2 3090 ставить высылай если можно поставить одну 4090 типа в чем смысл ради действий фпсах в rdr дополнительных или чё я просто локи не понимаю или для работы в блендере блять в да винчи но есть еще более компактный мы делали его в формате белый синий то есть это айсберг сочетание белого и синего то есть полностью белый компьютер синий внутри жидкости я могу показать у нас есть пример ну покажите покажите мне вот что интересно реально ли совместить компактный корпус который можно наносить без проблем реально ли это совместить с хорошим с хорошим с хорошим железом и охлаждением одновременно нереально нереально пизда ты супер пизда тише и железо нахуй и маленький корпус ты создашь печку просто нереально вот что интересует пожалуй потому что думаю 55 60 килограмм это еще обратно никуда если мы говорим прям прям самый топовый топ и железо просто ну нереально блять и печку создашь нахуй зато тепло ну да какой какой где-где-где только только показывать то есть такой в теории вы мне можете сделать это у нас уже есть реализованное решение тут полностью и там это реально просто я чего имели ребят так рекламка кс позорнее у неудивительно это ручки о чем интересует примерно до получается что тоже максимальная конфигурация кстати сказать что это прям какой-то маленький корпус в принципе большой довольно я просто при помню такой корпус был он довольно немаленький а какой какой процессор 9 какой это последний самый самый последний компактный это вот люменных железный вот это реально компакт с водяным охлаждением через 900 и rtx какой подожди что там я ты сказал тем через 900 это последний самый самый последний с водяным охлаждением через 900 и rtx какой 90 говорю как владелец 14 900 это печка это печка вот чего могу вам сказать но у меня есть оправдание почему я сижу на интелли у меня тандерболт мне нужен тандерболт у меня другого варианта нет так что пососите все люди которые будут говорить меня md лучше мне похуй мне нужен тандерболт и вы мне альтернативу никак не предложите так какая память память на данной модели установлена доминатор платим 6600 по моему частота это вопрос а там будет сколько отрезал охуенно брат охуенный частота брат я тебе говорю базаришь 6400 ребята 6400 6400 работаем ребята 6400 для папани дубайская скорость ребята работаем ребят два лишь 64 гига тут будет 96 96 а почему 96 очень хорошая топовая память оперативная я вообще дома не мог найти никогда 64 гигабайта чтобы выше 6000 то есть 64 гигабайта если продавались то там было 3 600 4 то есть это ддр4 это предыдущего поколения нет полота по полота был все-таки короче вы понимали просто есть некоторые матери в которых ты просто физически не сможет до хуя чистоты сделать в этом прикол чтобы понимали так 6 400 достаточно мужик это возможно покажется хуйней но я реально сука на 7 400 не чувствую импут лага блять я тебе клянусь я в к ску играю на 7 400 не лагает на 7000 лагает на 6 400 как будто сука мышка плавает я тебе блять эстетика тика я по ним тихо ребята я понимаю что этот человек ебаная шиза но я вам блять клянусь импут лага нет блять я не сумасшедшие реально там реально импут лага нет как будто я клянусь вам ребят обрели импут лага нет таких ребята клянусь обрели импут лага я вот так мышкой там бам бам и короче а вп продолжение моей руки поняли тебя так стою бам бам у меня ddr5 там 6 200 только 32 гига говорили почему-то это объясняли последнее вот когда-то делал год назад или два что учетом вот они не могут сделать я не шиз реально делага это 4 может быть потому что это было очень свежая память и она еще работала не очень стабильно даже на всех материнских платах поэтому возможно были версии которые не запускались то есть поэтому нельзя было сделать 64 по этой причине возможно нельзя было сделать 64 на определенной частоте хорошо а вот можете объяснить как специалист насколько вообще потому что я не понимаю нам ничего но если оказалось что 4 как-то лучше чем 32 намного у меня ощущалось когда были старые компьютеры я сравнил 32 64 а вот допустим 96 ddr5 96 большой частотой чем это насколько это лучше чем 32 64 насколько заметно использование каких-то очень больших и сложных задач ну допустим открываешь 40 вкладок в браузере вот там прочувствуешь это определенные приложения либо это игры то есть игры больше всего требует на самом деле и чего подожди стоп я прослушал тему разговора он про оперативную память говорит какие нахуй игры блять чё за хуйня у тебя блять ебучий яндекс браузер нахуй всю оперативку съезд блять какая нахуй игра хочешь нахуй проверить свою оперативную память на прочность блять зайди в афтер эффект с поработой какие нахуй игры и тут больше не объем а возможность вниз несколько задач одновременно выполнять то есть в этом в этом году еще и стриме типа 32 64 это реально решает при условии того когда ты работаешь с огромным количеством всяких процессов типа блять имеется ввиду там афтер эффект сам всякие эти блендеры и так далее дохуй там всякого происходит там вкладок открыто до хуя то есть очень много всяких приложений которым ты работаешь параллельно допустим 32 мне иногда некомфортно работать ну есть такое есть такое на 64 когда у меня было блять вот это имба это круто это это реально в кайф на 3 2 до подлаги вы типа бывает то что не хватает прям чувствуется полный пиздец то есть ну прямо вообще вообще не кайфов ну вот а так ну для игры что больше важно чистота и скорость ну типа эти как они называются тайминги все это самое главное для игр ну блять явно не к них размер одновременно еще захватывать видео еще стриминг же последнее время потому что можно отдельно использовать их видеокартах чип который чисто для стриминга насколько знала не нагружает он говорит сырок ладов яндекс мужик я реально короче как-то без шуток я сидел монтировал ролик и у меня все лагал я сижу горю типа а чё у меня лагает компьютер ну тип я реально не понимаю а потом с открываю вот так яндекс смотрю а у меня короче ну вот вряд ли так открываю и вот до права миллиард вкладок открыто и открывая а там еще по 50 вкладок я просто компьютер не вырубал на протяжении недели и у меня соответственно каждый раз я новые вкладки открывал я сижу такой а ебать вот чем прикол я я отрубил свет у меня input lag пробал в after effects и ребят часть видео часть видеокарты используется для игры самая часть для стриминга да есть такая технология но оперативной памяти процессов тоже задействована в этом во всем поэтому да и нагрузка на оперативную память тоже важна так это вы можете мне сделать правильно да все верно мы можем произвести прямо сейчас что я могу получить получается и сколько это стоит смотрите данный компьютер стоит порядка 55 тысяч давай в рублях я так не собираюсь считать это получается получается где-то тысяч 17 долларов один вим помогай тысяч 17 долларов подожди полтора миллиона рублей за 40 90 а 9 13 900 кей с там кейс да какую-то хуй знаю такую материнскую плату какую-то страноватую а чё за хуйня у меня компьютер чтобы вы понимали ну от силы я собирал его высоко помню за полмиллиона дочь еще надо понимать что я покупал 40 90 очень выгодно я купил его помню ты за тысяч за сока 150 это еще до поднятия цен а 9 я купил за тысяч 60 70 у меня 14 900 материнку я купил за 70 корпус у меня этот лил лилань блять лихуань как он там вот помню 120 стоит оперативка 1030 подожди я щас короче на скидочку чисто попытаюсь посчитать калькуля блять ёбаный калькулятор стоп 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 мне просто понимать google.com калькулятор если что и я на скидочку закидываю давайте просто по очереди видюха 150 плюс ну допустим пусть будет 70 это процессор так материнка сколько 80 по моему так дальше бля сколько у меня стоит оперативка 40 по моему 30 ум 40 ум 40 пусть будет 40 похуй может подороже но если что там просто я же примерно считаю корпус там двадцатку стоит точно бля с вентиляторами я хуй знает мне блок питания тоже не помню сколько блядь блок питания хуй знает сколько и даже не помню что у меня стоит и они помню что у меня блока питания дайте короче какой-нибудь плюс 20000 2 плюс 20000 а я вспомнил я же этот хунюк покупала от корсара за 15 так ну пух пусть будет 20 . разница плюс вентиляторы у меня сколько вентиляторов а водянка 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 я забыл про водянку водянка блядь там тоже помню тысяч сколько-то 20 где-то по моему плюс и вентиляторы раз два три четыре пять шесть семь если кому интересно насчет седьмого вентилятора он на короче стоит у меня охлаждает оперативную память это вообще да это очень забавно выглядит покажу вам ща подождите оцените нахуй чтобы input lag не было чтобы input lag не было смысле бля чтобы input lag не было нахуй чего нормально выглядит охуенно сделал ты гений да нормально выглядит чтоб input lag не было что оперативная память вообще себя чувствовала охуенно на холодном движении так сколько еще получается 7 вентиляторов каждый из них по сколько он стоил по 3 по 4 бля я боюсь спиздеть по цене 7 умножить на 4 ну допустим будет 7 7 4 бля и сколько ебать тупой 28-28 тысяч ну допустим опять же все на скидочку а ssd ssd смзву у меня ссдшники медведь ссдшника у меня два из ссдшника от самсунга оба 990 pro сколько стоит самсунге 990 pro один у меня на терабайт другой на 2 терабайта плюс 10 тысяч это на терабайт да 20000 и 10000 до ну короче пусть будет пятнадцать тысяч на терабайт и 20000 на 2 терабайт я просто не знаю что по цене там ой блять блять ну короче 463 тысячи я просто неправильно эту кнопку нажал короче 460 тысяч рублей ну еще там этот жесткий диск старенький валяется очень старенький на 5 терабайт до 10000 5 я не знаю 7 но пах пусть будет короче 47 тысяч рублей 470 тысяч рублей ну короче похуй давайте вот округлим пусть будет полмиллиона за все согласны типа потому что я могу где-то проебаться где-то недосчитаться ну короче в любом случае подпишем полмиллиона за все так это же ну окей даже че если учитывать то что я купил видеокарту очень дешево правильно я купил ее очень дешево 150 тысяч рублей это пиздец копейки для 40 90 это реально копейки ну окей добавим сюда сколько до двухсот сколько там два двадцати ну плюс семьдесят окей пятьсот семьдесят но все остальное я купил ну я считаю по нормальной цене когда все равно ебатик дешевле чем то что говорят папичу за ту комплектацию которую мы предложили у него миллион триста у меня сколько ну в худшем случае если даже ставить на оценку блять да даже похуй давайте накидаем супер на оценку 700 тысяч рублей допустим у меня будет стоить компьютер согласно похуй я как бы так все это брал за 500 даже меньше но даже если гореть сейчас момент пусть будет 700 похуй накинем допустим да дохуя так это все равно дохуя ты платишь почти что получается половину просто за бренд хотя ему деньги надо потратить поэтому поебать но это и вообще охуеть налог иначе это будет ай девять четырнадцать девятьсот четырнадцать к четыре девяносто ртx оба с водянкой да и то и то с водянкой девяносто шесть гигабайт памяти даже не шестьдесят четыре разогнанные до шесть шестьсот а 96 гигабайтов оперативной памяти я не знаю чё это по цене ну окей допустим дохуя а нахуя ему столько какие девяносто шесть гигабайтов оперативной памяти нахуя ему я я конечно сейчас короче ребят вот поясните вот за это а там с таймингами нормально все вот ну с такой старт с такой оперативкой но все равно нахуя ему девяносто шесть в доту играть блять в казе крутить чтобы открыть 50 вкладок в яндексе м2 накопители то есть по сути мы можем установить четыре терабайта четыре терабайта четыре терабайта самсунг 990 про это базы очень эффективных и плюс ко всему нас мы знаем что они долго в использовании с ними ничего не случается так то в принципе я думаю я хочу получается 80 кооперативка стоит и прогул ну даже так все равно получается наценка огромные 3 ssd по 2 или по 4 терабайта не знаю как сильно разница между ними в цене там или прочим ну да какая разница в цене думаю не важно хорошо там вроде это вообще эти самсунгами чтобы вы понимали я слышал короче что там дохуя еще есть пали там можно ее по штрих-коду определить что скорость и есть разница в работе скорость работает мммм уже нет может быть чуть-чуть быстрее 2 терабайта недо почти заглушите обычных приложениях но не чуть-чуть быстрее или чуть 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 на сколько на сколько ничего не заметить Wrestleman ну допустим на пару процентов или что так хорошо хорошо то есть такие допустим я получать уже выбор то что я хочу сколько сколько это вот все в сумме весит смогу ли вы просто куда-то отнести на самолет и полететь мне просто даже интересно это будет тяжело поднимать почему по рофу захотела сделать тяжелые комплектующие чтобы спортом занимались люди у него во-первых тяжелые водоблоки которые мы одеваем на видеокарту одеваем на процессор у него резервуар жидкостью и нам не стоит забывать что полностью весь контур охлаждения внутри это охлаждающая жидкость которая тоже весит поэтому в совокупности кастом на и решение вы играете типа вот это имеется ввиду в первую очередь охлаждением а она работает вечно или как или надо а бляк ты здесь другое же охлаждение здесь именно вот это прям у меня водянка а тут именно этот кастомный как это херня трубами а сколько она стоит возможно нож до хуя стоит сколько она стоит я просто ни разу такое не делал сейчас наговариваю может и за него такая цена кто ему делал такое 150 тысяч анто все равно наценка даже так если так даже сразу так наценка огромная блять я просто я не знаю я будто адвокат дьявола знаете пытаюсь найти оправдание ну типа вот за это наверное стоит дохуя а кто это будет собственно делать смотрите мы базе у нас есть год гарантии на наш продукт на этот компьютер мы можем дополнительно приобрести еще два года гарантии и плюс одно сервисное обслуживание будет туда входить бесплатно то есть его нужно служить или раз в год или раз в полтора года а если я вот у меня сейчас такой был у меня компьютер я сижу с водяным охлаждением по три года у меня все работает тут так может быть или но не каждый ты может его обслуживать только у тех кто мы его забираем к себе мы его полностью разбираем сливаем жидкость разбираем промываем водоблоки пробываем радиаторы отдых мою очку кто-то пробовал а если не будет конкретно здесь надо какой-то другой ваш офис другой в другом месте ладно мне интересно короче где он в этот будет смотреть другие компьютеры вот это прям вообще дефолтный пока прям супер дефолтный блять вот объясните я вел дохуя короче людей которые ставят вот так видеокарту типа для того чтобы она если что там не ёбнулась блять не поломала получается порт и так далее там нельзя же переходники а а нахуя ну реально нахуя кое-бел короче какой-то чел был который тестил упадет ли видеокарта сломается ли она без даже без этого как называть за без подставки то есть меня хорошо понимаете знакомый который такой бля мужик надо обязательно купить такую штуку иначе видеокарта сломает для тебе все нахуй компьютере порт имеется ввиду писать это курит блять с хуяли говорит ну поверь поверь сто процентов я больше я не могу верить производилась я в этом пример ну хоть что-то понимаю я не разбираюсь больше вот я привык издавна еще с водяным охлаждением потому что при транспортировке может быть сломаешь так если я транспортирую ну куда-то далеко не самостоятельно знаешь там не в машине я же наверное ну блять сниму видеокарту я же не долбоёб отдавать прорабам компьютер нахуй с видеокартой блять который вот так блять висит я же не долбою я сниму ее нахуй я же не идиот давно старые компьютеры перегревались на вентиляторах вот у меня сейчас допустим в доме могут быть некоторые проблемы с системой кондиционирования и могу ли я быть уверен что он не будет просто перегреваться но просто я компьютер возил но я возил его именно в руках поняли то есть я его перевернул и понес аккуратненько в руках все хорошо чтобы вообще ничего не ебнулось то есть все наши продукты минимум 24 часа стресс-тестов и стресс-тесты это синтетика синтетические тесты мы никогда не сможем воспроизвести даже в играх или каких-то приложениях то есть это максимальная нагрузка на протяжении минимум суток а то и несколько дней то есть буквально компьютер нагружен на максимум 24 часа вот как мы видим вот вначале мы смотрели это похоже по параметрам то что мне предлагаете или как или это с водянкой уже вот мы видим что 18 часов тестов он проходит сейчас типа на максимум до и температуры там составляют 81 80 для процессора то много для процессора в норме 8590 для такого как и для видеокарта я вижу видеокарта не сильно вроде греется это максимальная нагрузка это максимально бля чтобы вы понимали короче миша хайпира несколько раз делали пока короче мне постоянно ставили кей этот процессор и угадайте главный рафлан вот этой получается сборки угадаете но я уже по сути выделил букву к к поэтому должны понимать главный рафлан этой сборки верно они его даже не разгоняли да ребята то есть блять она даже была не разогнута это вроде вообще нет там то есть короче весь разгон заключается в том что они просто xmp профиль бей включили все это максимум немного для максимально потому что это кастомное решение почему такие температуры в этом и самое главное преимущество такого решения то есть чем ниже температуры при использовании тем выше срок я не знаю изменилась ли у них ситуация сейчас хуй знает но посмотрим может у них что-то изменилось так значит пока что я могу взять грубо говоря тот компьютер либо или я что еще могу посмотреть у вас тут это понимаю ну сейчас при себе немного говорите кофе скатился он вот комп и продает в дубае попечу кстати факт из тех что мы можем сейчас вам предложить это вот тот компьютер который как раз придет да а потом получается когда уже подойдет то я смогу его заменить и так давайте посмотрим это понимаю здесь значит сейчас при себе у вас немного приколов я бы хотел еще выбрать там допустим клавиатуру мышку монитор то есть я так понимаю надо тоже заказать да моя будущее видео я вот кстати вот хорошо с компьютерами я не шибко разбираюсь но вот за мониторы за мышки я я шарю мне обеет просто интересно что будет имущество втирать карта гойс у нас есть белый сетап полностью премиальных аксессуаров от ассус можем можете попробовать бля и сейчас будет ему втирать суперлайт на ладно нет ну суперлайт хорошо суперлайт прикольный то есть я понимаю что сейчас летят люди которые такие бля чувак есть ссора блять в 2 нахуй и вообще охуенная тема бля ламзу то бля или так вот это еще есть как называется вот это новое которое тоже такая маленькая сука я забыл название на д на д как она называется у рекрента на пом тоже брал ее на тест сука забыл название 8к которая на самом деле мне кажется что 8к это ебать оверпрайз ой оверпрайз блять бессмысленная хуйня типа 4к и 8к вы разницу не почувствуете мне кажется но я название забыл мышки не дарю dragonfly блин я не помню возможно если вот вы по описанию поняли что это но то скорее всего она тоже хайповая тема не ломышку я так не потащу это надо долго сидеть то есть и дома тебя хочу право думаю что скорее всего это начало работать на бутусе или как или вайфая бля самые забавные короче у меня действительно какая-то ну болезнь с мышками связанные потому что я беру себе мышку и казалось бы все мне не нужна новая меня это устраивает полностью вы знаете что происходит через два месяца я зачем-то беру новую мышку потому что я где-то прочитал что это реально новинка убийца других мышек как идиот просто беру беру новый мышь ну коврик прикольно но я не знаю я просто конченый ублюдок слава богу у меня с мониторами пока затихла такая херня взялся вот этот 500 герц альинвейра больше не думаю других ну как не думаю я думал попробовать зови их новый монитор с диаком 2 но пока что я держу себя в руках блин вот такой коврик можно попробовать таким ковриком можно убить кого-то за тяжелый а сколько такой стоит стеклянный коврик блять я кстати вот сколько раз видел стеклянные коврики так и не решил брать потому что на стекле мне кажется играть очень сложно возможно в игры знаешь из разряда овервотча мне кажется deadlock будет крутой на стеклянном коврике ну то есть там где знаете важен не остановка прицела а вот именно как это называется трекинг да трекинг важен мне кажется таких игры стеклянный коврик охуенный прям супер охуенный но для условной кс-ки мне кажется это прям говно прям вообще отвратительное там звук от коврика это пиздец да игру у меня вообще к коврике хуй знаешь что за коврик это я даже не знаю что это за логотип давайте покажу короче логотип коврика вы мне скажете нормально ненормально у меня еще в говне весь мне его короче подарили и мелочи понравился я не знаю название я не знаю название но мне очень он прям в говну типа он да он испачкан по-хорошему постирать надо но именно такой логотип вот вы знаете что это такое я не знаю что это за коврик но он мне очень нравится него подарили он охуительный просто ну под потрясающий я не знаю он грязный да да она постирать будет а я недавно на нее кофе пролил блять еще немножко ну прям капельку надо постирать но нахуительный он просто охуенный не это не лжи чуваки стоп и выводки нахуй лжи коврик какую блять какой лжи вы чё ебанули какой лжи не 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 они вам коврики даже не делают но но он очень классный мне очень нравится ребят не это не логи течи не так уж дорого так допустим 8 коврик клавиатура в принципе можно любую но у меня хоть какая-то нужно поэтому я тоже могу взять а тоже без провода а может мне проводную линия гейминг гир это она подожди дай посерю гейминг гир коврик вы угадали это она это она ребята так клавиатура то возьму вот эту вот этот проводок хайпера туру это понимаю она подключается одним проводом экспонитору я прикинь у тебя бесконечный финансовый запас и вместо того чтобы взять ну условно даже конь перри хайпенный вутинг какую-нибудь собрать кастомную охуевшую клаву ты покупаешь хайпер за сколько 8 тысяч рублей за 7 сколько она стоит вот такая это же этот которая как она называется сука ну вы пони короче можно так клавиатура есть это а я же забыл короче папе джон на скет и че он короче ему один раз дали клаву и он думает что это самое пиздатый что есть на свете он же помню сидела раньше налоги течи потом получил рейзер и такой ебать лучше рейзера ничего нет а потом хайпера от просто давали ему и все он такой это лучше ничего не бывает то есть мониторы могу заказать у вас давайте просто скажу что интересует мне нужно 2k монитор 27 дюймов не больше потому что больше не хочу уже отклик 1 миллисекунда все остальное но не знаю на ваше усмотрение то есть картинка была очевидно получше вот белый монитор 27 дюймов а так сами точно айпес матрица забыл только не ассус умоляю блять только не азбу только не ассус вот это только не ассус только не ассус только не прям один в один а какая компания ненавижу наху монитор asus просто ненавижу блять а создать значит можно этот монитор этот коврик ту клавиатуру целом получается белый сетап то есть белый компьютер я если что говорю как человек который был миллиард asus of и просто это отвратительные наху мониторы просто отвратительно overprice параша абсолютная у меня устраивает почему с плохой потому что цвета говно overprice супер блять так еще у них постоянно какие-то проблемы блять у меня допустим вот есть 2к до тех пор вот короче использую как третий монитор на нем короче просто вот эти выгорания блять постоянные нахуй а другой монитор у меня просто поломался 36 от герц локитры шаги от 1 нормально был себя чувствовал он просто сам по себе говно и я вы сам расхуярил ну просто разгибал и выкинул в мусорку то что нет для меня asus это прям call overprice нутый потом можно идущую белую клавиатуру но мне в принципе это не особо важно и просто я просто привык кстати микрофон а вещи зрители захейтят они все хотят давно что меня был типа такого микрофона вот такая бандура скажем так но я привык мне удобно я хочу девать наушники и вот так вот микрофон у меня был просто я использовал последние лет пять такие наушники называются sennheiser game one они мне очень нравились я считал что лучший микрофон среди всех наушников именно наушников и это не учитываю sennheiser game one если что это те самые наушники которые геймеры играли 2010 году по моему типа это был супер популярная тему про игроков можете ли вы вообще подсказать какие-то наушники с идеальным микрофоном именно наушники есть у нас проводная гарнитура да блять я умоляю тебя только не logitech сухон шлаги тэч будет советовать или хайпер хайпер x как блять пожалуйста нет проводная гарнитура давайте глянем асус так что это такое rock delta delta s animate название такое но можно протестировать а могу на всякий случай заказать еще то что назвал то есть я возьму эти наушники проверю поверю вам и закажу блять короче объясняю что вас на гарнитуре был пиздатый микрофон это вот надо смотреть не в сторону вот таких ебаных типа гарнитур или logitech asus razer и так далее это самое тупое что может быть там микрофон и плюс минус всегда одинаковые поэтому вы там что-то супер охуевшего никогда не услышите это просто факт есть типа наушники где вот эти гарнитуры плюс минус нормально звучат но это зачастую какие-то такие знаете как комментаторские будки ну как азазин в них сидит может видели да вот вы хотите вот что-то нормально болезнь чего зазин вот эту хуйню такую же просто спиздите мозги си не парить санхайзер гейм он тоже одну одну пару пару хорошо и правильно так монитор клавиатура мышка 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 вот с мышками у меня очень сложно я последние годы использовал разор обе sus я не знаю даже стали что-то другой попробуйте но мне нравится ну а у него в целом идет универсальный хват то есть она небольшая а он же лишающая да на чек не так чё я же смотрел донаты недавно во или ты про что я смотрел их и ты про что там старые донаты какие-то привет стены доначу первый раз на самом деле это же можно посчитать как нарушение закона расфедерации ты про накрутку типа что чуваки накручивали они лишь ты про что ты паркуй донат говорил чек не на ты не понимаю это про что чувак она тоже на где так понимаю амбидекстр или как или а смотрите я палат классических мышек я не люблю вот эти вот лишние кнопки 1 2 вот мне только нравится колесико и 2 кнопки я не хочу ничего остального не но не нужно просто я это не использую то давайте мне закажите разор обе sus подождите меня уже будут уточнить модели за вам бля меня радует хоть что меня в девайсах написано блять клавиатура вутинг 60 х и хотя сейчас я использую другую вообще клаву кастомную я не знаю девайсы проверять у меня это самая глупая херня потому что я могу сегодня использовать одни девайсы завтра другие просто отпишу потому что я забыл какая там конкретно модель нам несколько разных возьмете наушники возьму этот коврик возьму гипер x клавиатуру так и получается то компьютерами дадите высок и собрал кастом мужик 0 рублей мне короче ребята предложили собрать кастом просто под за красивые глаза я такой ну давайте давайте на стример открыл его кур вот круто так что понятия не но на хуен и причем я был короче моменте когда ее собирались мне прям предложили вот свечи корпус выбирая такой о давай вот это все потрогал я сам это прям предложили такой идеальный вариант под себя какие там эти спецификации уточнить и по-быстрому а и 7 14 поколений 40 80 40 80 ну то заебись и памяти память память идет 32 32 32 а вот почему не что 4 почему 6 не 64 потому что это идет то есть у нас есть такое понимание как гармоничной сборки если это топовое решение а то есть только поэтому да то мы ставим что если это чуть-чуть пониже производительность совсем и поэтому вместе с я искренне тоже не понимаю зачем уж все четыре нужны для и нужно для игры даже для стримов типа 64 это дохуя тебе 32 вот будет вот так вот просто за глаза я реально не понимаю если ты не работаешь программах там типа after effects и премьера тебе вот эти 64 ваще ной нахуй нужны но я правда не понимаю 30 монитор xiaomi redmi курвы дисплей черный оценим моник у меня такой ну могу сказать точно вряд ли он для игр 30 дюймов блять мониторы ебать вот он что у тебя вот такая хуйня стоит перед глазами это телевизор или еще так окей заберу этот комп забираю наушники те клавиатуру этом мышку и кстати свой привез вместе на запасная что мы еще надо до заказать заказать за рабисус что мне еще надо что мне еще надо что меч надо думаем от микрофона идеи мы отказались потому что это будет наушник да мне 27 это нормально это реально и что 27 дюймов это прям злата 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 и вот середина что нужно но 30 это же вообще пиздец огроменная хуйня я не знаю кресла вы тут в любом случае не продать это заказывать мы можем я просто представьте не могу 30 дюймов но это же ну прям реально больше я смотрю на 27 выглядит ну то есть 30 не ну это зачем мне нужно не геймерское кресло я не люблю геймерские кресла мне нужно куда-то прийти в какой-то магазин где все виды кресел то есть там то есть где будет выбор стоит 10-20 штук я должен вообще сесть если нравится по кайфу но мне сложно понять хотя вообще по совести говоря посидишь на 30 юмов тебе будет казаться что это нормально я так не могу про кресло давайте забудем да а значит этот стол мне кажется а ну-ка поснимаем вот так разве это не та самая так называемая полоса даже метр надо дефолтный стол просто какой-то пошел анализировать стол а где вы купили я могу у вас его забрать блять он хочет забрать стол ну и кости пока что мне подойдет временно так-то конечно лучше ну такой более прямоугольный стол но это подходит вот вот здесь я сижу а здесь монитор это как раз метр ну вот она уже для на течь какие друга хочу подарить он стример а да я не знаю какие-то сигма купил короче просто наушники для стримов чтобы знаешь не сидеть в этих ушанках только об этом ориентировался не считаю ну там с точки зрения качества к что они какие-то крутые мне кажется на полном серьезе использовать каждый день затычки это пиздец дурка но опять же постоянно они ухо там натирают сами понимаете но просто неудобно просто неудобно на стрим супер как бы выглядишь прикольно все круто заебись с ушанками постоянно будто врубая стрим я сижу вот так просто одевай наушники так сижу ебал в рот нахуй затычки здесь кроме стрима да игру не я хотел бы но мне нужен длиннее то есть вот отсюда смотрите вот отсюда досюда на меня это супер непривычно мне кажется это слишком близко для глаз а сколько здесь дюймов а ну блин ну все равно вот я бы хотел такой стол конечно хотел бы но у меня даже был вот сидит кайфу хотя бы 90 сантиметров не нравится нравится конечно лучше прямоугольного удобно нравится таки метр метр не хватает близко нужно метр а сколько здесь сантиметров да потому что сука ебаные кейсеры взяли моду вот так сидеть блять играть комитуда взяли мониторы такие еще пацана сука на джангли и конечно блять мониторы в игру через года два вы будете у вас стол будет не вот такой а вот такой как вы думаете думаете тут метр а где тут метр есть так ты тоже в ларанте такой у меня нормальное расстояние у меня 40 сантиметров расстояние я близко сижу к монитору но не настолько как некоторые другие я просто пытаюсь короче но и делать ощущение такое что как будто я в игре поле метр метр на кто такой этот метр кто такой этот метр блин я еще смотрю просто думал мне короче дома такая есть ну как дома в новом доме которая реальная аскеточ просто училась стоит охуенный какой-то геймерский стол он такой бля стол языки заебись заехал и там есть такая подставка прикольная под стол и под этот стол ты и не поставишь из-за этих вот ножек которые вот здесь ее под стол не засунешь а я привыкла мне что есть под ногами сайте типа сел за компьютерный стол и ноги свои туда чудеса даже за а вот здесь поставишь потому что здесь вот такого нету оценка церковь на стол пошла блин блин пиздец сука ёбаный стол без метра даже только из-за того что я могу ноги то протянуть блять пиздец как жить как же жить будет папич я даже не знаю тяжело наверное ему будет лишние 20 сантиметров а чисто теория чисто вот по-быстрому вы не можете сделать а пока что вы мне такое дадите нам на пару дней окей так я коврик коврик а есть нормальные классические коврики от того же hyper x кстати у меня до сих пор почему с тобой не взял не много вещей от hyper x кстати почему если бы не взял их коврики простой обычный hyper x коврик да чувак ты столько быстро съебался что забыл даже свои любимые коврики от hyper x мяу геймингир твой коврик чё реально а реально смотри это мой а подожди у меня реально коврик называется мяу ги стоп у меня реально коврик называется мяу блять геймингир вы угораете охуеть у меня коврик называется мяу я даже не знал про это так вот у меня буквально такие hyper x коврики это премиальный коври но на охуенный и вот с этим же мне он нравится в плане вот используя он мне очень понравилось он хороший логотипом только ну тебе сейчас павел его и думал вы ров видите ну типа прикинь ду коврик называется мяу ну вот вы разве не подумайте что это рофл ну коврик мяу блять называется кой нахуй мяу вы угораете типа ха-ха типа мяу геймингир но это реально как шутка выглядит нормальный я же вам сказал нормальный это не нормальный но и между обычный твой квадрат небольшой до квадратик обычно да если почему нарезка другие ощущения чем на стриме но потому что на стриме ты и же есть контакте ты можешь рассказать и стример это же услышит а в нарезках ты будешь ему кричать а он нихуя не услышит это будет душные машины которые будет продолжать тянуть свою линию понимаешь ну типа такого только даже чуть меньше вот не вот такой вот такой да нихуя себе мой коврик такой коврик можем подарок ну давайте возьму таких пару штук зачем а зачем пару штук коврика возьмем два коврика а зачем два коврика больше нравится у меня вот один заебал другой поставишь испачкался и все или как зачем он реально как будто сука эти знаешь собирает салфетки возьму пару штук 8 вот таких классный красно-черный дизайн там намного хуже что некрасивая но лучше ничего этот белый протестировал ты спрашивали спрашиваешь зачем два коврика сам гарнитуры меняешь каждый день не гарнитуры девайсы во вторых не каждый иногда точно нету красного черным не тоже возьму мне он понравился прикольная такая . чувствуется очень удобный вот очень такой гладенькой и так скользит рука приятная очень приятно прикасаться то есть представлять я уже уже на мышку мне кажется это супер приятно ее мыть легко по идее так что еще вроде все или как с компьютером пока временно мы определились мне просто дадите тот беру два коврика беру этот большой коврик беру по тысячу эти наушники клавиатуру взял мышка у меня своя собой запасная да вроде все и я буду ждать вот это вот чудо получается за сколько с 55 тысяч дирхам и чей 3 3 создаем можно по 2 но можно по 4 давайте 1 422 так реально да там не нужно будет посчитать сколько будет стоить сам компьютер сколько будет периферии я назову цифру две-три минуты буквально окей ну там можно уже потом верно или сейчас а вам нужно предоплачивать да конечно сто процентов предоплата и соответственно после этого окей у вас тут есть прямо сейчас оплатить нет мы можем оплатить не нужно сумму просто конечно давайте давайте окей хорошо давайте давайте сделаем все минус бабки сейчас минус миллиарды все-таки нашел куда потратить не ну компьютер повторюсь это самое важное в жизни я он же машину можете купить тут не экономлю реально купить машину в дубайске вот тебе минус минус баланс нельзя экономить на двух вещах на здоровье и на компьютере и все что связано но это правда кстати эта база нет еще на ком на маме следующее видео будет о доме наконец-то пока что там некоторые проблемы ими раздражают но следующее видео его постараюсь что точно записать доме пора бы я уже заехал там некоторые проблемы с кондиционерами вот поэтому я опасался за вентиляторы потому что там то жарко то холодно в такомте где плане она папе можно типа если тебя нет папы то как бы легко не в нём экономить первую стремить там почему-то жарко именно в той вот в одной комнате одна комната на весь дом где почему-то жарко я прикиньте гайс макс где посоветуешь брать компьютер если ты в европа по я не знаю чего где у вас в европе можно компьютер купить в россии проблем с этим нет вот че скажу оружие в драк соусе пошел поднимать если бы он уронил сейчас оружие сколько силы нужно вкачать силы килограмм или сколько реально уронит пиздец это по-моему это хуйня для объектива да 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 это для объектива стоимость периферия то есть совокупности у нас получается заказ на шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто ну спасибо делим я могу сейчас оплачивать у вас картами нужно платить чипом именно да хорошо давайте попробуем нихрена не там предпродумали чип-чип-чип-чип давайте прям покажу это так вот и вставил код-код-код покажи покажи код покажи код дирхам или доллар как вам удобнее в любом случае ограничения не просто разные разные люди говорят разные некоторые говорят нужно оплачивать дирхамами некоторые долларами я не могу понять у меня есть информация что если большой чек то лучше в долларах конвертация лучше я не могу понять ладно я нажимаю доллары так оп а ему не похуй ли у пин-код сука так так тихо пин-код так вы запомнили до код в этой зоне так это это верхний типа либо 1 либо 2 так подожди либо 1 либо 2 2 что-то было как будто 23 что такое 23 так подожди 2 3 4 подожди стоп блять у него чет код блять 2 3 4 5 стоп подожди чё стоп подожди о стоп стоп по долларах так оп так подожди до кого замедленным у пин-код плотности китом блять что пин-код Я не понял, почему Потом палец вверх повел Хотел как будто 4 нажать Но потом как будто нажал на 1 Там кто-то писал, что там на этом терминале Типа цифры в разброс Но если так, то в любом случае Он думал, наверное, что третья цифра 4 Но, наверное, пошел к первой Первая 6 Бля, сука, ваши варианты, короче, в чате, ребят Как думаете, какая более правильная? Так, ну, короче, гайз 3,6,5,4 Просто если там цифры в разброс, то мы хуй угадаем Вот знаешь, вот есть информация про то, как выглядят миллиардеры Если вы думаете, что миллиардеры выглядят Как, знаете, какие-то чувачки в смокингах Нет, они в спортивках Adidas Просто достают вот такие вот С нихуя, знаешь, такой, типа О, вот, держи Миллион долларов А что, я выгляжу к человеку, который у меня долларов в кармане Да, короче, 17-100 А потом, получается, когда вы мне все это подвезете А я вам остаток, а нам тут, получается, копеечку 30 в дирхамах Да, хорошо Так, давай мы будем, да? Да Так, то есть, ко мне, получается, приедет человек, все это привезет А, так я ему лицуху буду становить Ну, нет, нет, возможно, он за это не шарит Количество всего и вся, то, что мне не нужно Все, что мне нужно, это пейнт и видов с медиаплеерой По большому счету Так, давайте считать Так бы, отключить это все равно не шибко сложно Но, возможно, не шарит ему похуй, типа, в чем проблема Да, давайте, мне нужно 3-4 Первая пачка Первая пачка, давайте считайте Первую пачку Сколько там Я пока начну со второй ОК Начнем ему пейнт Ну, очевидно, чтобы рисовать на стриме И, Блёр, я здесь даже не удивлен, ребят Это реально ему надо Пересчет Надеюсь, карту починят к следующему видео Хотя, следующее видео будет в доме Так-то У тускабол, наконец-то, будет удобно Делать все в последних оставках Так, подожди Они что, оставшееся время будут считать деньги? Так точно, да? Так, все, получается Ладно У меня есть 2 на 10 Такое ощущение, что гантели в руки не брало, не знаю, в месяц Если пробки я уехал Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо ГГ, вызывайте скорую Да, я реально их только в руки не брал Позанимаюсь хоть немножко, пока я здесь Пришел купить ПК, отжал гантели и начал заниматься У меня в этом доме пока нету гантелей Купи Так что, ну Не ставлю проебывать момент Жаль, интересно, он у хайперов купит гантели? Ждите, гайз Я понимаю, видео уже слишком долго, я вышла опять Кстати, забавное, что это видео получилось дольше, чем видео в отеле Как это вообще возможно? Казалось бы, чем тут заниматься? И о чем тут разговаривать? Нужно подождать, пока я устану Это может занять некоторое время Меня вот реально просто качает Он устал уже, ребята Это еще не конец Если вы думали, что это конец Это первый подход, ребят? А вот так А он сразу, ребята, он сразу Он просто разный Сначала на бицепс Теперь на плечи, ребята Сведение Сейчас все будет, полный комплект, ребята Потом выпады, ребят, с гантельками Я прикинь, ты приходишь в зал Так как потренироваться А там вот он стоит Просто смотрит на тебя Ладно, пальцы Месяц Руки гантели не брал Я тебе говорю, это реально мемы Мемы Ну что? Я пришел первый день в зал Деньги все в порядке На месте все, да? Перечисляли еще раз Тогда все, удачи, Павел Завтра увидимся, получается Все, спасибо Окей, все, супер До встречи Кресло себе возьму Пожалуй, пока что такое Вот такое Временно Конечно, не идеально, но А, он еще кресло у них отжал Пока не найду себе Отжал гантели Кресло Компьютер Прикинь, чел такой Надо продать, короче, компьютер Папича Хорошо, приходит Папич Забирает Чуть не забрал у них стол из Икеи Забрал у них кресло Чуть не забрал гантели Свое стандартное кресло босса Кто это сойдет? Все, пошли До свидания До свидания Счастливо Так Кстати, просили передать Что там очень много людей пишут По поводу этих нарезок То есть, которая вторая ссылка Под стримом А И, ну, говорят там 8 человек Все это фильтрует Какие нарезки? То есть, ну, просто Очень много народу пишут Если кому-то не отвечают Это потому, что Огромные народу При том, что 8 человек все фильтрует Какие нарезки? А, он тоже теперь платит За тик-ток? Подожди Граунд флор? Да, это Граунд флор Так если Папаня За тех, кто Подожди, он что, Молстрой теперь? Первый этаж А что, живет в Дубае Рекламирует Казик Платит за нарезки Г этаж И Б этаж Я хуй пойму, куда нажимать А, это Ван Вин платит Короче, папича заставляет Стать Молстроем Они очень сильно этого хотят Но у них не получится, ребята Видели? Видели, вот как он здесь качался, ребята? Кстати, забавное Что-то Видео Получилось Ребята, не-не Подождай Вы Вот этого гения Не превратите Никак в Молстрой У вас ни единого шанса Ставят Я себе Организую место для компа Комнату для компа И уже покажу Вместе С компом дом Ну, кстати, все, что я купил За это время С 1 Вин карты Которая, судя по всему Пока что На большие покупки Не работает К сожалению Вот так Сука Сука Все Все, пока На следующем Сащур Сащур Субтитры делал DimaTorzok